Женский клуб «Касписка» регулярно проводит различные мероприятия. Сегодня для участниц организаторы подготовили встречу с применением техник арт-терапии «Твое окружение – твоя сила». Еще в 2021 году, когда создавался проект, одной из основных задач было создать такое сообщество, которое будет не просто объединять, а прежде всего будет иметь созидательный характер. Открывая встречу, руководитель клуба Полина Самылова отметила заслуги директора Мадины Тимировой и сотрудников библиотеки имени Фазуалиевой за помощь и поддержку в организации и проведении теплых и душевных встреч. Мы очень рады всегда помогать, содействовать тому, что делает жизнь наших женщин красивее, счастливее, чтобы на лицах наших женщин всегда были улыбки. И, конечно же, тоже хочу присоединиться к словам благодарности в адрес своего коллектива, потому что все наши проекты, все наши успехи – это все работа нашей всей команды. Далее Полина Самылова рассказала участницам о программе мероприятия. Девушки были объединены в мини-группы, где путем совместной командной работы усиливали свой личный потенциал и навыки установления коммуникативного взаимодействия. По словам участницы женского клуба Лоры Урбанцевой, такие встречи очень важны, ведь приобретенный опыт при помощи подобных мероприятий помогает научиться понимать себя, а также налаживать отношения как в семье, так и в других сферах жизни. Сегодня в рамках женского клуба мы выполняли упражнения на развитие навыков коммуникации. И очень важно, что мы выполняли задания, которые мне особенно понравились, это на самопрезентацию направленные. Мы учились сделать ее и содержательной, и интересной, и в то же время лаконичной. И очень важно, что можно было отработать эти навыки коммуникации в кругу других людей, в кругу единомышленников. И девочки могли оценить это со стороны, что очень важно, ценно услышать это мнение со стороны. Арт-терапия – это одно из направлений практической психологии, которое используют различные виды творчества. Ее направление – речевая креативность – позволяет развить способность человека легко и свободно аргументировать, влиять на людей и вести их за собой. Отметим, что все техники направлены на повышение самоуважения, самооценки, памяти и коммуникативных способностей.